Вы считаете, что я вас официально предупреждаю о том, что проведение публичного пикетирования без объекта пикетирования является нарушением федерального закона ПСА-4? Вы не предлагаете прекратить начавшиеся публичные пикетирования? Я неуполномочен администрацией города по проведению именно вашего пикетирования. Но вот как человек, который знает федеральный закон, я могу отметить некоторые нарушения федерального закона ПСА-4, о которых я довожу до вашего сведения. Если вы, несмотря на это, будете все равно продолжать, это ваше право, ваше решение. Но позицию, свое мнение, я до вас довожу. О том, что проведение пикетирования в том виде, в котором вы сейчас вы проводите, может являться нарушением федерального закона ПСА-4. Я использую своего понимания пикетирования, по которым участники пикетирования имя индивидуального, одиночного, либо группового. Они не могут перемещаться во время совершения публичного действия. Именно поэтому они должны быть привязаны к какому-то объекту, где располагаются участники пикетирования. В данном случае, согласно рекламе и мной выбранной позиции, участник одиночных пикетирования, во время одиночных пикетирования, располагаются около объекта городской архитектуры, расположенного в городе Саратове, на площади Черешевского, Булбана и Николаевского. Я правильно вас понял, Андрей Николаевич, что вы мое замечание считаете о том, что оно не относится к тому, что вы к комректу пикетирования и будете проводить своего публичности? Давайте дальше, несмотря на то, что я вам поделюсь в свою очередь. С выражением мнений по ряду общественно-политических проблем. А именно, уважаемые саратовцы, я хочу сказать свой скромный голос протеста против завершающихся в Саратове неоднократных нападений на представителей средств массовой информации, на журналистов, работающих в Саратове. На днях, а именно 13 января, было совершено нападение на одного из журналистов города Саратова, сотрудника одного из изданий, а именно общественное мнение Сергея Булбана. Я знаю, что возбуждено уголовное дело. Я также знаю, что неоднократно совершавшиеся до этого факта попадения на журналистов города Саратов не привели к наказанию виновников. Я считаю, что в случае с Сергеем Вилковым и в случае, в котором произошел 4,5 месяца назад с его коллегой, помню это уже издание, с Александром Крутовым, Крутовым, который тоже подвергся уже неоднократному избиению, имеет место факт давления на журналистов города Саратов с тем, чтобы они прекратили выполнять свои профессиональные обязанности. Я считаю, что как бы ни был скромным мой голос на этом одиночном пакетировании, я скажу, я выражаю поддержку всем честным журналистам города Саратов в их добросовестном, профессиональном трубе. И я как гражданин настаиваю, чтобы факты, имевшие место нападения на журналистов города Саратов, расследовались, чтобы появлялись виновные и возможные заказчики этих противоправных преступных действий против профессиональной деятельности журналистов. Вот мое мнение, которое я хотел сказать в начале нашего пикета в этой части публичного мероприятия.